Нервы, которые позволяют дать ранние движения. Либо это сочетание пластины, поворотного эстасинтеза, плюс внешний эффекция. Управление просит передать вам информацию, что ее цель должна продолжаться до 16-ти лет. Хорошо. А они же нас слышат? Нет, нет, нас слышат. Переломы дистального конца боли. Вот перелом на следующем слайде, показан перелом так называемого пола. Но это не по автору пола, это перелом с эстасинского пола, а мы с эстасинского пола. Перелом тоже один из самых сложных как переломов из локтевого сустава. Так вот и данный перелом. Здесь находятся кости стопы, тарабля, то есть. И тарабля, то есть, проламывает поверхность шестового удержителя целой кости. При этом тарабляют фрагменты. Происходит ингрессия и ингрессия этих фрагментов. Вот данный случай показывает уже оперативное лечение. То есть, видите, где-то трансплантант, он в случае показывает, это гидроксиопатит, так схематично помешает. Подобная костная тарабля. То есть, этот гидроксиопатит со временем переводится в полноценную костную тарабля. И наложение на пластины. Плюс фиксация на операционной кости, потому что, да, перед нами переломит. Все переломы. Все переломы. Перелом идеальной лодыжки. Плюс перелом малой гидроксовой кости. И также повреждение межгидроксового синдосмоза. Это, как бы, вилка сустава военностопная. Вот, она охватывает тараблянный сустав. Здесь находится малоподвижное, оно крещевое соединение, так называемый синдосмоз. Тарабляя кость полностью, квадратная, она имеет такой трапециевидный вид. И дальняя часть ее более высокая, чем передняя. Во время движения происходит движение в этом так называемом суставе, синдосмозе. Это вот очень важная связка. Если пор повреждена, не нарушена, то пор появляется в льву суставе в ледостопном и длительные струки, реализирующие боли в ледостопном суставе. Еще, поздно, нескольких точек, которые позже подключились. Повторюсь, еще раз представится. Скрипка Александр Филиппович, областная клиническая брониста, варяж треугодов. На следующем слайде у нас показаны переломы в анге, перелом не идеальной лодышки, перелом на ровную лодышку, его произведение, на ровную лодышку целая, а ровно-цитранная, самооперационная связка, видно-дределительная связка, часто у нас. Лечение. Таким вот. Лечение. Лечение оперативным, его лодыши. Часто встречается. Это вот как был бы перелом лучевой кости в типичном месте. Если говорить научно, то это не перелом в типичном месте, это образ, который называется в типичном месте, где мы уже чаще всего встречаемся. Сами же это перелом дистального метаэпидеза в лучевой кости. Правильно, вот так звучит, диагноз. Это наиболее часто встречающийся перелом на верхней конечности, перелом нижней конечности, это перелом лодыша. Вот тут перелом, как бы два вида перелома, которые мы рассматриваем за этим. Плюс вот это тоже перелом, перелом с повреждением переднего края. Плата большевицей, простили лодку выреждения заднего края, как бы решили, что бы простили. Вот показываем, ну, один вариант обречения, так называемый, блок стяжка. На этом не совсем не с этого слайда, это переломы. Вот повреждение, смотрите, я бы говорил, выреждение следы с лодом, как оно останавливается. Оно останавливается, подобно, блок стяжкой, на два месяца. В последующем обязательно начали, у нас через два месяца убирается, что мы должны функционировать. Когда человек, например, решает ходить, нужно наступать, при таких переломах. Как правило, кто наступает через два месяца, сначала убирается вот этот блок, и удерживающийся на спонс, потом разрешается на русском наконечность. Зашли до перелома костей стопы, начинаем с перелома травной кости. Вот травная кость, как и лодиевильная кость, и так и шейка мидра, это кость, еще одна, которая решена на космосе, и которая остается очень и очень плохо. Она только с одной стороны покрытся на космосе, и вот по бокам она и решена на космосе, сверху работа суставная поверхность, и все равно устраивает так и шею. Поэтому переломы ее зачастую осложняются в последующие на полу центральной кости, то есть она полностью рассасывается, человек становится в обличайшем эволюции. Поэтому данные переломы работаются буквально в бургентной госпитализации и в бургентной операции. То есть ближайшие буквально несколько суток, первый, в любое два суток, оттуда же в первый суток, я же властно прооперирую данный перелом, то есть восстановить, здесь проходят, все анатомически сопоставить, плюс, уже по-моему, фиксация специального элемента. в первый раз ужина. Ну, я не знаю, если еще продолжено, я буду так показывать. Следующий перелом, это перелом пяточной. Здесь показан перелом пяточного вглера, вот перелом, это наиболее мастерское перелом, и характер смещения данного перелома, ну, показан следующую, если мы разъяснили, разъяснили. И вот показан угол, так называемый угол биллера, вот это нормальный угол 20-40 градусов, он расчерчивается, нюансы, это не обязательно знать, как он расчерчивается, но очень важен, как правило, как-то смещение пяток, пяточного бура вверху, и появляется с долевой угол биллера, развивается приобретённое посттравматическое плоскостопие со стойкими болями в таранном пяточном, и таранном антиевидном суставе, ну, соответственно, свидетельными жалобиями, ну, вот здесь подобный еще перевомка типа лутиного клюва, вот архилов соблужили, разрывает пополам каточный клювок, и фрагмент уходит вверху, и так вот внешняя новая дископотерезная. В данном случае показаны возможные варианты лечения, подобные определенные клювки, больше уже из прошлого века, в настоящее время использовать, следующее, с вами хорошо показано, в настоящее время использовать, как правило, вот эти два метода использования, это, извините, оперативное лечение, это скрытая реквизиция с наложением специальной реконструктивной пластины, то есть восстанавливаются все суставы, таранно-пяточный четко, таранно-антиевидный, если можно, буквально три-четыре минуты пообщаться с залом, я пока восстановлю перефирию, давайте вопросы. А перелом позвоночника мне рассказал? Мы еще не дошли, наверное. Перелом позвоночника... Вас там у вас оферировали, да? Соседа там оферировали, да. Что-что? Соседа оферировали, он сказал, что у вас строитель, и там у вас, у вас там больницы, и у вас оперировали. Да, у нас два отделения занимаются операциями на позвоночнике. Которая темка? Отделение кондрушок. Это отделение нейрохирургии, это в том случае, если это переломы осложненные, то есть с повреждением спинного мозга, тогда эти больные идут в нейрохирургию на лечение, либо шейный отдел позвоночника, да. Если эти переломы не осложненные, то есть неврологически не осложненные, а только поврежденные костные структуры, это, как правило, тело позвонка, капрессия тела позвонка, то они идут в ортопедическое отделение, оперируя эти переломы я. Так что, если у вас есть вопросы какие-то по перелому позвоночника и еще, то я могу вам ответить. Спасибо. И не только позвоночника. Гемогеома позвонка, она может при росте дать перелом тела позвонка? Да. Существуют, так называемые, агрессивные гемогеомы, которые склонны расти, да. То есть, если глубоко разрастается, вытесняет костные палочки, конечно, и это уже точка наименьшего сопротивления. То есть, при небольшой травме позвонок может просеять, будет компрессионный прелом позвонка. Поэтому, если гемогеома незначительных размеров, допустим, занимающая где-то около 20% всего тела позвонка, то за ней надо наблюдать динамики. То есть, где-то каждые 3-4 месяца делаясь компьютерами, там уже посмотреть, склонна она расти или нет. Если она склонна расти, тогда выполняется вертопропластика, так называемая кондиционная. Будет тогда специальный костный цемент, который, во-первых, он при застывании нагревается до 80 градусов, и, в принципе, вот этот вот самогемодобокачественная сосудистая укухоль просто уничтожается путем температуры, плюс она выполняет эту полость, этот цемент. А риск кровотечения для этого? Ну, понимаете, риск кровотечения при операции на полуночнике всегда достаточно вредит для этого. Кровотечения как-то кого-то нет. Это операция функционная. Она выполняется даже без разрезов. И, в принципе, за границей она выполняется даже под местной анестезией. У нас немножко есть нюансы, что мы вынуждены интубировать больного. Да, она не переключена, наверное, на состав вот этого цемента, да? Там есть не то, что не переборщить состав цемента. Если гемингиома выедает стенку, заднюю стенку, повреждает заднюю стенку, та, которая контактирует с оболочками спинного мозга, то при введении костного цемента под давлениями он может выйти в просвет спинного мозгового канала и при нагревании до 80 градусов даст ожог спинного мозга, и тогда будут серьезные проблемы. Для этого выполняется ЭКТ, МРТ, и перед операцией это бревные, ну, мы все. Старательно их обследуем, все возможные варианты проигрываем. Это как раз наше отделение этим и занимается, я вот в частности. И гемингиомы очень хорошо лечится. Кстати, вот функционная вертебропластика, гемингиомы, метастатические всевозможные переломы, старческие, остеоператические переломы пожилых людей. Можем продолжать? Еще вопрос есть? Попробуем. Тогда продолжаем. Можем, в принципе, продолжать. А пока слушатели готовят еще вопросы. Хорошо. Преломы пяточной кости, вот, остановились на этих переломах. Тоже, кстати, вот оперативное лечение до настоящего времени буквально за последние 5-6 лет, после того, как получилось, было распространено именно оперативное лечение данных переломов. Почему? Потому что пяточная кость – это ячеечная бурчатая кость, и остеомиелит пяточной кости, а, ну, после любой отрасли существует действие отникновение остеомиелита, да, любое оперативное вмешательство может привести к остеомиелиту, то остеомиелит пяточной кости вылечить консервативно уже практически потом невозможно. Остеомиелит потом полностью разрушается пяточной кость, но человек, естественно, без припятки ходить – это нужно специальный ортопедический оргст, то есть это больные, глубочайшие не могли. Поэтому стараются, мы стараются как можно реже, оперативно вмешиваться. Теперь у меня что-то с головой. Сейчас, нечего. Закрылась. Зато у меня зацепляет. Удивительно. На секундочку я здесь… Да, да, да. Сегодня день технические сборы. Ничего страшного. Это 90 кадров у нас сейчас. Перелом костей стопы показан. Перелома. Остается на перекры то, в данном случае показана перелома. переломы плюс легкости перелома паланта пальцев лечится перелома паланта ногтевых тел если это касается перелома первого пальца в таком случае мы фиксируем и ломается буллистость в буллистости практически не привлекается нервное сухожилие поэтому эти переломы не склонны смещаться и зачастую по сути статусное его проведение даже не склонны инъекционной иголки в двух направлениях креста обратно, либо в двух направлениях если это внутрисуставные переломы тогда мы фиксируем и лимонитрогнутами потому что восстановление суставной поверхности это обязательно является при лимонитрогнутами если это средние планы это только касается первого пальца стопы пальцы второе, третье, четвертое и пятое в принципе ногтевые фаланги мы можем фиксировать, шинировать их рядом находящимися пальцами обычным лекопластерем на 3-4 недели периодически меняют лекопластеры по мере зарывод показан по мере зарывания в средних планов фиксируется лихо вот такими вот пластинами микропластины либо вентами так же показано либо спицами либо вот утяжением на вот вот такой вот линии называется линии вот метропластины тоже показано что восстановление костей стопы вирусных костей восстановление их очень важно биомеханика стопы очень сложная поэтому мы стараемся всегда восстанавливать полностью при травме от правде с такой полностью и анатомического совмещения с двунцами вирусных показан аппарат внешней фиксации при переломе первых упрестных властей в следующем здании здесь у нас показаны переломы позвоночника переломы позвоночного механизмы переломы шейная отдела позвоночника страдают чаще всего от унырящие когда не рассчитано на расстояние, либо хвостовые переломы при травме, это удар, чаще всего сзади, либо просто на передвес, происходит хвостовое движение, а ломается шейный отдел позвоночника. Вот в поясничном отделе происходит травма, падение на осеваемый густом позвоночник, либо перед сгибанием, усиленно сгибанием. Вот показана компрессия тела позвонка. Вот это тело позвонка, это дубоотрощитые суставы позвонка. Вот тело позвонка несет 80% на русской силу позвоночника, 20% нанесет дубоотрощитые суставы. Поэтому при переломном бритве, вот как здесь показано, происходит трехотическая, то есть сутулая вот такая деформация, проседает со временем, позвонок срастает, здесь мы с ним ничего не делаем, допустим, очень консервативно. Человек потом, переходя опять в вертикальное, ну, полежит, допустим, месяц, да, полтора, положено. Потом, переходя в вертикальное положение, все равно происходит дальнейшее проседание, дальнейшее проседание тела позвонка, появляется гор, вот межпозвонковое отверстие, через которое проходят все корешки нервы. Они попадают в костный мозор, то есть когда у него фрагментальный перелом, гипермозор образуется, и заморозывают губцовую хранитис. Последующие, вот отдаленные результаты, вот при таких вот переломах, вот как показано, очень нехорошие, появляется стойкая нервы, и апеллировать потом вот подобные, вот вы видите, вот уже показано, вот по типу отдаленного результата. Вот так выглядит спиной мозг, компрессионный перелом, остриновидная деформация, здесь непроизведенная реклинация, то есть в норме вводится в выше лежащий и в ниже лежащий позвонок по два минута, соединяется специальной палкой и производит реклинацию, то есть выравнивая позвонок. И больной вот этот позвонок выключается из работы, из работы за счет системы, которая объединена. И он тебе спокойно, пока находится система, как правило, мы ее держим около полутора-двух лет, он тебе спокойно составится, хорошо, и больной вот я больного, больного при переломе позвоночника поднимаем после операции на второй день, потому что он не будет. Также, если, допустим, лечиться консервативно, то нужно два месяца полного постельного положения на спине и с реклинатором, плюс около полугода проходить в специальном картистите распределительном. Но не все люди на это как бы соглашаются, не все. Восемь месяцев, почти год вылежат. Это не просто. Ну, вот показан шейный дел позвоночника, проводится вытяжелье специальным воротником, либо вот такая только ворхиальная провязка, очень близко уходная. Вот это вот вариант консервативного лечения. Вот, пожалуйста, шейный дел позвоночника. Вот так больной со специальными цапками, вот такими введенными костями черепа, должен пролежать более месяца. Вот можете себе представить, как он будет вылеживать месяц? Вот мне трудно представить, что кто-то вот вылежит. Это очень сложно. Либо вот такой вот вариант воротника по типу шансов. Ты же левый сон, вот этот левый сон. Либо вот так и речу воротник, что тоже вариант, филографийский вариант воротника следующий сон. Вот показана, видите, вот система. Вот вводятся винты, вот канал, спинозовый канал, ввод вводятся, вот система, вот поломанный позвонок. Вот выше лежащий позвонок введено. Тут два винта, и тут два винта. Они соединены специальные балки, вот видите, на которой нарисую. И вот этот позвонок полностью выключен у нас отработает. Он спокойно себе срастается, больной не чувствует дискомфорта, при дискомфорте все движения он может выполнять практически с первого дня. Принцип операции, что поломанный позвонок срастется либо с ниже лежащим, либо с ниже лежащим, либо с ниже лежащим, либо длимоноблок. Ну вот вариант, допустим, показан от излишейного левого позвоночника, это многооспорчатый перевод тела позвонка, тогда вылучивается все тело, а взамен у него ставится либо мощный такой бедрок сиапатитный, ну, трупно-постный блок на это место, либо специальный окейдж, сейчас существует искусственный материал. Видите, вот показываем этот перевод, перевод, давление сползания голого позвонка по отношению к другому спондиолисту и с травматическим и четвертым по отношению к пятому со сдавлением структурского мозга. И вот это оперативное лечение такого варианта. Либо вот такое оперативное лечение позвоночника, более устаревшие варианты, это когда фиксируется за остистые тросы. Вот эти вот троски, которые хорошо у нас прикриваются после днии позвоночника. Можно фиксировать раньше существовали фиксаторы за остистые троски, но они не настолько эффективны, как вот эта вот система. Вот эта же система такая же применяется у нас при операциях при сколиозе у детей, даже при четвертой степени. Ну, не у нас, только у нас в Одессе это не выполняется. Выполняется с Харьковой в Киев. Большей степени на Харьковой, конечно, не у нас. Очень хороший результат. С четвертой степени дети до первой степени сколиоза буквально не узнать их потом после этих операций в столько эффективного. Следующая ситуация. Переломы костей таза. Очень сложный перелом. Таз это самая крупная бурчатая кость. При переломе этих костей происходит обширное кровное влияние. То есть, раневая поверхность костей длительно кровит. Кровопотеря при переломе составляет до двух литров, до двух литров. Также эти переломы черевяты расслаблениями такими как тромбой, амболея, жировая амболея. Показаны варианты повреждения костей таза. То есть, это повреждение крестово-позношное сочнение. Вот здесь пока крестово-позношное. Либо это переломы, вот эти там бамбочки, вот видите, на седавичное видство. Вот показан центральный бюджет, который мы с вами разбирали на коммуне. и вот указан перелом костей таза с полным нарушением целостности тазового конца. Роски спереди после возможного сочленения и крестово-позношного, вот рядом с крестово-позношного, боковая с крестово-позношного сочленения. То есть, вся левая половина каза, как правило, мышцы подтягиваются кверху. Обычного указанного вытяжения. Вот методы исследования, вот так вот, сдавление полоси и таз, как открытая книга, вот он умаляет в этом хирурме в очень, ну, достаточно несложном диагностике. Вот обезболивание по шкуру селиванного костей и таза нагнетается большое количество полупроцентного новоокеина. Во-первых, это мощный шокогенный фактор перелома сеталя. И, как правило, вот по крыму подвошенному присутствию, скользя и в окры, по поврежденной стороне, нагнецается вербусок, и обезболивающим, и термостатическим. И даже прямо в кост, мы вводим, прямо в обочатый кост, это хорошо распространяется по гостей и в окры, и, конечно, уменьшает и кровотечение, и болевой шокогенный последующий социал. Осложнение у нас же есть в этой лекции еще повреждения мягких тканей, а также открытые переломы, кстати, открытые переломы, что касается открытых переломы. При открытых переломы зачастую возникает кровотечение, кровотечение в результате повреждения либо вил, либо артерии. На данном схеме, наверное, вам нет сомнений, если бы, прошу, вам, наверное, вообще не будет. Вот показаны точки остановки кровотечения, где можно останавливать кровотечение пеноги. Вот в данном случае показана сомнная артерия. Как ее останавливать? Накладывается жут по здоровой стороне, но вы знаете, препятствия, чтобы не естественно, им нужно лучше больного, чтобы остановить кровотечение. Это для сонной артерии, это для плечевой артерии, средняя плеча. Причем жут накладывается достаточно сильнее, потому что подкладка порой, ну сейчас уже скоро я помню, что не делай, так раньше привозили больных, накладывают они легенький жгут, двенозный. То есть получается, что артериальный приток крови они не перекрывают, накладывают двенозный жгут, и кровотечение только усиливается. Поэтому жгут сегодня сообразнее накладывают. Вот для плеча, это средний отриц, ближе, даже чуть-чуть к верхней плеча, причем подкладка под жгут, желательно в виде полотенца жгут накладывается одинаково на ширину самого жгута, а немножко больше, хотя бы на ширину 10 см в несколько оборотов плотно и плотно по времени вы знаете, что в зимнее время больше, чуть-чуть давления еще меньше можно периодически, допустим, если это длительно транспортировать больного, отпустили, жгут расслабили, немножко кровь поступила, потом опять на ножерил. Для костей предклечет, кости предклечет две, между костями находится середина артерии, которая установить практически невозможно, поэтому для остановки кровотечения на предплече жгут желательно накладывая на плече. То же самое если, потому что здесь невозможно остановить кровотечение, здесь у нас появляется артерия, которая находится между костями, также то, что и питается и голень, кстати. И остановить кровь, наложив жгут только на голень, невозможно. И дрянную артерию все тоже что-нибудь дальше. транспортная мобилизация. Под мобилизацией применяется задание неподвижности поврежденной части тела для обеспечения ее покоя. иммобилизация применяется при переномных костей повреждения суставов, нервов, повреждения мягких тканей, воспалительных процессов конечностей. Кстати, вот когда речь идет о одноидном допустим для воспаления какого-то сустава, включая себя губные артриты, допустим для ремоны и все остальное, то одним из первых мероприятий это создание покоя конечностей. Покой создаётся путем иммобилизации, то есть для наложения гипсовой повязки, что зачастую нас забывают, начинают лечить вскровадивные фрегнованы, означают антибактериальную терапию, а потом, что создает покой этой конечности, почему-то выпускает такую ремню. Это немаловажный процесс. Вот как вспомогательный средств можно намерить на верхнюю конечность, вот видите в виде дощечки, вот здесь в виде дощечки, все показано в данном случае транспортный иммобилизация, щит, при прибреждении позвоночника специально корыться вот это вот. Тут на следующем словании транспортных шин, транспортные шины делятся на шины фиксирующие шины, и шина считающая фиксация вытяжения, а вот фиксация вытяжения это та шина гетерекса, о которой мы уже говорили. То есть там можно создать и вытяжение, и фиксация. А также современные пневмашины, многие с которой при помощи сейчас оснащены пневмашинами. Вот на следующем слайде показаны основные принципы транспортной иммобилизации. Что, какие требования должны быть к транспортной иммобилизации. тушина, то шина обязательно должна сделать два, а иногда то, что касается нижней конечности и три смежных сустава, то есть если это травма воли, то это должен быть обязательно фиксация и коленный сустав, и голеностопный сустав. Если это коленный сустав, то желательно, чтобы повязок выходил чуть-чуть выше тазобедренного сустава, и захватывается коленный, и отчасти еще и голеностопный сустав. Подобная же ситуация для верхней конечности. По иммобилизации конечности необходимо по возможности из них дать физиологическое положение. А если это невозможно, то такое положение при котором конечность меньше всего прогресса. Ну, физиологическое положение мы знаем для конечностей. Да, это для верхней конечности присоединяем в оптевом суставе под угол 90 градусов. Положение предплечья между пронацией средней и супинацией. Для нижних конечностей это выровненная нога слегка присоединяется до около 160 градусов клеевом суставе, а ледострофность там выходит под оборудованием 100 градусов. При закрытии преломных шагировок печальной мобилизации привести легкое и осторожное вытяжение при рожденной конечности по светам. Если видите, что в моменты заходят сильно подлиннее один за другой, это, конечно, желательно попытаться хотя бы логико дать такую тракцию при движении транспортной мобилизации. При открытых преломах правление от ломка не производится. Почему не производится правление? Почему? Потому что зачастую происходят статичные открытые преломы, когда костный фрагмент прокалывает кожу изнутри, контактирует с окружающей средой. Если мы начнем проводить тракцию в правлении от ломка, то мы просто затягиваем внутрь всю эту твесу с внешней среды, внутрь мягких тканей, и тогда прекрасно себе развивается все возможные фикционные осложнения. Поэтому мы стерильную привязку накладывали на фрагменты, костей не отправляя их, и мы реализируем в таком положении. При закрытии преломов снимать одежду способы трогавшего не нужно, при открытии преломов необходимо наложить стерильную привязку на место травмы. Ну, и при открытии, естественно, снимается одежда, накладывается повязка, останавливается кровотечение, то есть вот такое время действия делать. Нельзя накладывать жесткую шину прямо на тело, необходимо положить мягкую постелку. Ну, то, что вот из подружечного материала, здесь речь идет о том, больше, для оказания с неотложной помощью, в средствах у трассы, у меня до воспитания, да. Во время перекладывания больного с насилок поврежденной конечности должен держать помощь. Ну, это понятно, что это... Следующий. В данном случае показан вариант транспортной мобилизации для старой шины, и для шейного отдела позвоночника здесь, и для верхних конечностей. Вы видите, вот это для шейного отдела позвоночника. Вот для верхних конечностей, ну, это тоже повязка дизол, ходы их показаны, при переломах плеча, при переломах плеча, плечица, вот это такое. Вот это положение больного с инклинатором при травмах позвоночника. Инклинатор, это подушка, сложенная дьяволом, небольшим валиком, вот вместо травмы, вот вместо того, где больного больше жалуются. Потому что даже ранее вот такое вот управление может собрать с удовольствием значительную роль. Потому что пока делаются дистанционеры, пока делаются целые, пока наберутся, а уже ранее и так, не надо выполнять. Такое вот, что-то не следующее. На следующем слайде у нас показана иммобилизация при переломах костей перед плечами, перед плечами, либо нижняя треть плеча, но вот это повязка только для нижней треть плеча и пред плечами. Она идет от здоровой лопатки, то есть в данном случае от левой лопатки, ложится на обе вот эту управленную сторону, идет по задней поверхности плеча, с выходом на две плечи и желательно с фиксацией, конечно, большого пальца, то есть до перстно-фалангового сустава, чтобы исключить эмоциональные движения костяка и плечи. Плюс она рефиксируется в специальной костянечной повязке. Вот, что у нас показано лестничная храмовская шина. Вот это нижняя треть, вот эта повязка для нижней третьей для пред плеч. Нижняя треть, извиняюсь, для перелома костей и плеч. То есть, с верхней, границы верхней и средней трети плеча до пясно-фалангового сустава. Сосыночная линия, перелом костей кисти и лучше запястного сустава. Голос лучше запястного сустава. То есть повязка под верхней третьей пред плечи, ну вот здесь сварит под кистью. Вот шины битвиса, как вы видите, то, что я вам говорил, что вот одна часть этой шины идет в паховую область, вот сюда упирается, вторая идет в подмышечном область, вот эта боли не соединяются между собой. Здесь идет под столбик, видите, вот с каким-то воротком, вращая который, мы имеем возможность сдать тракцию. Потом вот это вот все упрекляется после того, как сдать тракцию, туровый пинтат, очень тщательно, на ней конечность, плюс пояс и в области выженого треска. Очень хороший вариант для транспортирования, даже длительного. Варианты для нижнего конечности крановская шина, пожалуйста, вот задняя ланкета, вот боковые ланкеты. Мы просто обсуждали с вами об этом. По каждому месту кранова, пожалуйста, перелом средний трет, повязка до средней трети беда, под средней трети беда до кончика пальцев. Подкладочная обязательно повязка, это при любом случае предъявить, если шеветь и краны расслешивать, ну, при всех вариантов, желательно подкладка, чтобы не прогреждать кожу для покрова. Потому что ссадины даже мягких тканей в области переломов уже трактуется как открытый перелом. То есть, если быной поступает даже с небольшим повреждением кожи для покрова в области открытого перелома, мы уже в диагнозе ставим открытый перелом. Вот вариант лестничной шины при переломном ударе. При переломном ударе. То есть, одна шина, ну, по типу диетклиса делается, делается одна короткая, другая более длинная, изгрубливается, вот она фиксируется, но здесь, в свое время, и задняя. Здесь, сажиментрацию не можно дать, тут не пересмотрим данные конструкции. Одним из видов транспортной регуляции существует вакуумная матраса. Вот показания применения этого вакуумного матраса. Повреждение шеи, надобного зуба позвоночника, таз, вовкости, это забедренные суставы, то есть, всего стилета. Вакуумный матрас, он подсовывается, потому, не знаю, видели ли вы или нет, его вакуумной матрасе. Но, вообще, это хорошая вещь, она повторяет все контуры тела, и практически, в таком положении, как есть больной, можно создать ему полнейший покой. На следующем слайде, я спрашиваю. У нас заполнен У нас написано, вакуумный матрас, если вакуумный трасс. Он заполнен мелким метромом, и когда он уже больной, отпустит. Две минуты подойдем? Да, я ее ждем, сейчас, глушит полости. на средний день кто выпивает, то кто-то входит в сей таз и сшивая вторая сторона дважды срабатывает пожарная сигнализация в второй раз здесь пока две минуты не пройдет, она не отлично, и там нужно проверить, откуда идет сигнализация где сработал датчик срабатывает так так за перепаду напряжения когда критически низко падает напряжение сети часто срабатывает нужная высота если бы была истина, то правдородители посередине куда-нибудь лучше там команда появится до встречи все, можем продолжать сейчас, я уже продолжаю да, так вот по вакуумному матрасу он состоит из копейников, заполненных гранулами и укладываешь больного на него в положении лягушки так как прикрыло зону ну да, это развивается при тяжелой травм и повреждении кости и таза поэтому поза так называемого лягушки с присоединениями в тазодетых и крыльных составах это более физиологическая поза потом выкачивается из матраса в воздух и сам матрас как бы огибает полностью все изгибы больного и создаёт при этом полный комфорт для больного и неподвижность его можно транспортировать переносить, допустим, с места травм до машины до общего лечебного учреждения достаточно хорошо вот он на рисунке показано в следующем рисунке вот так, как здесь он это выглядит ну тут вот причём-то на пузыри тоже вот, тача лицевых нахватка вот здесь костюм так называемый каштань, который сейчас у нас в зоне АТО используется для транспортировки тяжело раненых он создаёт в основном служба медицины да, но для катастрофы медицины так его заплатили до четырёх часов у нас, к сожалению, не получилось это последний слайд несмотря на просьбы, конечно, охранения правоохранения если у вас есть вопросы, то мы как раз до четырёх можем и позвонить ну, какие свежие вопросы созрели у наших медицинских сестер в отношении застарелых переломов куда можно было бы обратиться если вот есть пациенты с давнишними переломами с осложнениями, вот особенно когда вы говорили о лучезапястных ну как минимум, знаю, десять человек, у которых сформировались ложные суставы хронические вывихи в области лучезапястных суставов можно ли помочь этим людям, даже если это взрослые люди конечно этим безусловно им можно помочь адрес вашего учреждения контактные телефоны при повреждениях и лучезапястных любые застарелые переломы ну по ряду причин не всегда люди могли обратиться допустим в данный момент при свежих переломах или допустим вторичное смещение произошло и на этом где-то бухнули рукой и не уделили этому достаточно должного внимания то застарелые повреждения у нас два ортопедических серьезных отделения это областная больница и это одиннадцатая больница на Словонске областная больница которую я представляю пожалуйста вы можете я могу оставить все контакты на телефоне и нашего профессора можно отключить сети для области да для области пожалуйста если вы услышали мою фамилию межсеноменную скрипку Александр Филиппович контакт на телефон вы хотите вы тоже запишите 066 18 721 18 18 721 18 18 18 721 18 фамилия скрипка легко запоминается скрипка Александр Филиппович даже вам могу дать номер телефона профессора Поливода если вы хотите ну Поливода оставился уже он есть да на прошлой лице поэтому то что касается извините застарелых переломов очень часто переломы шейки бедра они их махнули рукой да вот по старинке будем лечить на ложном суставе будем ходить будет украшение конечностей до 5 см ничего вы как-то приспособитесь но это как-то совсем не по-современному и не ну качество жизни больного при этом очень сильно страдает поэтому в данном случае ставить эндопротезы существует такое понятие как бюджет на будущий год это будет по новой какой-то программе может быть поэтому пожалуйста просим обращайтесь у нас заведующий занимается эндопротезированием он областной травматолог великолепно выполняет эти операции то что касается любых травм заболевания позвоночника геманки он рыждиск это все тоже парафия нашего отделения я отлично занимаюсь этим вопросы ортроскопических операций коленные суставы тазобедренные суставы до недавнего времени в сборке было очень тяжело найти даже к ним обратиться по касаемой ортроскопии теперь у нас хорошо занимаются ребята новоселов Игорь Анатольевич в лесной больнице собственно говоря то что я вначале вам сказал что весь спектр ротопед травматологических услуг которые существуют в настоящее время все наша больница может предоставить любому желающему при чем закон 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 есть ли какая-то спец... вот вы назвали два центра да? два центра которые у нас в области скажем таки специализированы есть ли какие-то вопросы которые преимущественно решают один центр а преимущественно нет вы знаете у нас нет такой четкой какой-то границы что вот этот вопрос только для центра находящегося на на базе 11 больницы там 4 травматологии единственное что специализация 11-й органице это вся осложненная травма то что касается остомиелитов это единственное деление на всю область это четвертая травматология которая занимается так труба гнойная гнойная да остомиелит и гнойная травматология областная больница это только четвертая травматология 11-й органице не еще вопросы сейчас одну секундочку я спрошу есть ли какие-то вопросы в управлении ну а с застарелыми травмами позвоночника обращаться вы говорите лучше всего в область обязательно область у нас и нейрохирургия то что касается осложненных и не осложненные травмы у нас много профилы есть ли какой-то скажем пакет ортиметов которые нужно предварительно подготовить пациенту прежде чем обратиться к вам выдавать но при этом желательно конечно иметь относительно свежие рентгенограммы предыдущие рентгенограммы то есть все те рентгенограммы компьютерные исследования мрт какие-то элементарные анализы которые они сдавали желательно иметь с собой то что не пришлось потом больного повторно отправлять иногда приезжают с области это не близкий свет проехал столько чтобы потом из-за какой-то бумажки вернуться обратно поэтому желательно ведь все исследования которые есть у больного и которые можно сделать допустим в пределах района а каждый из трагматологов знает то есть минимальный объем лабораторских исследований рентгенологических с какими управлять нормаконсультация поэтому желательно чтобы это было конечно через районы трагматологов не просто там собрался чтобы какие-то нюансы допустить а документы в конце концов оформляет медицинская сестра в зиму пакет бельгин бельгин днестровский благодарит докладчика спасибо слушателю очень благодарны вам из бельгин днестровского ну и еще несколько студий также вас благодарят ну и я думаю наша студия тоже подробно и до сегодня если вопросов больше нет спасибо что вы убедили что это было вы Продолжение следует...